подписчики всем привет любой специалист неважно какого него стаж рано или поздно сталкивается с какими-либо трудностями и преодолевая эти трудности он развивается совершенствуется и становится тем самым более высококлассным работник что позволяет ему в будущем работать быстрее лучше и соответственно просить больше денег в этом ролике я хочу поделиться с вами пятью проблем при работе в after effects которым я столкнулся в личной практике на различных проектах и тем как я с ними боролся и приходила только какому-либо решению большинство кейсов будут полезным основном для новичков но уверен что и бывалые специалисты найдут пользу в двух кейсах которые я оставил на конец ролика но прежде чем мы начнем сделать четыре простых действия поставьте лайк напишите комментарий по возможности досмотрите до конца и обязательно подпишитесь на канале я выкладываю различный контент этой длинные туториалы и короткие туториалы и видео с различными советами и рекомендациями с некоторыми моими работами а также различные шутки уверен что для каждого найдется что-то интересное все эти действия любят алгоритмы ютуба и если вы их выполнить это мой канал и в частности этот ролик увидит еще больше людей первая проблема которой я хочу осветить она связана с оптимизации времени работы в after effects предположим что у вас есть несколько композиций которые имеют одинаковое разрешение и вам нужно у каждой композиции поменять его заходить настройки каждый очень долго и утомительно особенно если у вас этих композиций очень много моем случае было около 30 а самих проектов было 8 мне предстояло в 8 проектах менять разрешение 30 композиций и поначалу я вручную меня разрешением но где-то на 20 композиции я понял что так дело не пойдет и помимо того что я рискую не уложиться в дедлайн мне просто стало дико скучно я предположил а нет ли случайно какого-нибудь скрипта который поможет мне оптимизироваться быстро ли все очень интернете до результаты я нашел нужный скрипт который работы которого я сейчас с вами собственные поделюсь скрипт называется rd комп сеттер и его работа достаточно просто выделяйте нужной композиции указывайте нужное разрешение нажимаете reply и как вы можете заметить после нажатия на кнопкой apply все мои композиции из горизонтальных превратились вертикальные с разрешением 1080 на 1920 следующая проблема заставил меня так нормально беситься и решение честно говоря было не вот прям очевидны предыстория я работаю в after effects от 2020 года и в какой-то момент мне передали проект который был сделан в версии программы от 2023 года и по вполне понятным причинам мой after effects не смог открыть этот проект поэтому я просто скачал нужную версию программы когда дело дошло до рендера то я столкнулся с первой проблемой моя версия энкодера которая также от 2020 года не открывалась в after effects от 2023 года в целом меня это не сильно удивило но немного расстроило так как надо было теперь еще и медиа-энкодер новый качать так же как и в случае с after effects я просто пошел на просторы интернета и скачал 1 попавшуюся версию медиа-энкодера от 2023 года и после установки я пошел делать рендер и наткнулся на первый сюрприз медиа-энкодер от 2023 года все также не запускался я подумал может быть какая-то битые версии что-то в этом духе скачал другой файл результат тот же я уже начал удивляться с матом по итогу я скачал около пяти разных файлов после чего мне пришлось топать в интернет и читать как решать эту проблему оказалось что мало того что after effects медиа-энкодера должны быть одинаковые года выпуска если вы обратите внимание то в один год была выпущена не одна версия обеих программ и чтобы они дружили нужно чтобы версии совпадали вплоть до первой цифры после первой точки и в начале я сказал что решение было для меня не очевидно потому что если сравнить версии after effects и энкодер от 20 года которые у меня стоят то можно заметить что они сильно разные в общем проблема мелкая но оказалось дико бесячий то решение которое нашел в интернете она мне помогло я в итоге нашел нужную версию медиа-энкодера и все заработало но если вы знаете другое решение проблемы и вы знаете в чем на самом деле была проблема почему медиа-энкодера after effects не дружили то пишите комментариях было ли вас подобные как вы это решили вообще говоря когда я обучался работе в after effects то педагоги из видео уроков часто пользуюсь шорткатами и настоятельно комендовали почему такое сложное слово господи вообще говоря когда я обучался работе в after effects то педагоги из видео уроков часто пользуются шорткатами и настоятельно комендовали их запоминать а я так противился этому потому что этих шорткатов была тьма тьмущая и было как-то тяжеловато все их запоминать но сейчас я с большой любовью не только пользуюсь стандартными шорткатами но и создаю их сам и так ситуации которые меня выбесили и заставили оптимизировать свое время научившись создавать шорткаты очень часто мне приходилось размещать слои друг за другом и после любого вида изменения слоя например там его подрежут и сожму как-то по длительности нужно было заново располагать слои друг за другом понятное дело что я делал это не вручную я делал это с помощью инструмента который вызывался следующим образом выделяем слои нажимаем keyframe assistant и нажимаем sequence layers но каждый раз заходить туда невероятно утомляло особенно если вид изменяешь слои каждые 10-15 секунд по итогу я вспомнил что где-то когда-то слышал про то что можно создавать свои шорткаты погуглил и сделал свою жизнь гораздо проще и сейчас с вами поделюсь если вы об этом еще не знали чтобы создать свой шорткат делаем следующее переходим в меню в пункт edit открываем кейборд шоркат у вас откроется диалоговое окно в котором вы можете видоизменять текущие шорткаты или создавать новые и чтобы создать новый шорткат в поиске набирайте нужную вам команду в моем случае это sequence layers выбираете эту команду в списке и справа в столбце шорткат у вас появится поле для ввода комбинации я выбрал комбинацию shift плюс z едем дальше следующая проблема возникла у меня когда я решил сделать шорт для своего youtube канала листая как-то всякие тик токи я наткнулся на ролик где барти крауч младший показывает метку пожирателей смерти дамблдору и его друзьям и я тогда подумал о прикольно надо сделать также заодно по практикуюсь сделать анимацию метки в целом оказалось несложно а вот притречить ее правильно к руке оказал задача непростой для меня поначалу я пользовался стандартными средствами трекинга в первые разы трекинг у меня плохо работал потому что на моей руке в целом было мало точек за которым можно было бы зацепиться метка получас какой-то неестественно не как в фильме я решил что если я нарисую маркером точки то ситуация изменится но нет получался также стрёмно еще и точки надо было потом удалять а я честно говоря в клинапе не силен результат мне не нравился тем что хоть меткой била притречена к руке не учитывалось деформации руки во время ее поворота по итогу я расстроился решил что не получится пока сделать то что я задумал и отложил эту идею до поры до времени но решение пришло достаточно быстро через день или два я листал одну из лент социальной сети и наткнулся на мини-туториал в нем автор притречил картинку крестку бумаги с помощью плагина lock down я подумал а не поможет ли случайно этот плагин и мне почитав о нем в интернете я понял что это то что мне нужно и достаточно быстро довел результат до нужного мне состояния кто-то может сказать что получилось все равно фиговенько но в целом не результат понравился и поэтому я выложил этот ролик на канал марайся и басни такова что я настоятельно рекомендую новичкам подписываться на профессионалов из своей сферы деятельности и сохранять прикольные видеоролики потому что рано или поздно эти подписки и эти видеоролики могут сильно вам помочь в вашей работе а также если вам нужен трекинг учитывающий деформацию поверхности то плагин lock down вам очень сильно поможет последняя проблема с которой я бы хотел с вами поделиться тоже связано с трекингом предыстория клиент мне предоставил отснятый трехсекундный шот где стоят люди с телефонами и нужно было согласно референсу и схеме сделать светящиеся линии с частицами которые эти телефоны как бы связывают сам шот и итоговую работу я к сожалению вам показать не могу из индии поэтому включайте воображение ситуация складывалась таким образом что эти светящиеся линии я создавал с помощью солида и масок слова маски здесь ключевое слово запомните его и в целом не стоит как-то задаваться вопросом зачем я создавал именно так просто так было нужно какой-то момент клиент попросил притречь концы этих светящихся линий к телефонам а для того чтобы это сделать необходимо было именно точку маски притречь к телефону если бы мне сообщили об этом заранее то я скорее всего построил бы проект иначе но так как у меня не было времени переделывать проект 0 то я просто стал решать возникшую проблему по итогу я не буду вам сейчас разводить весь проект так как видеоролик получит достаточно объемом и это в целом тема для отдельного какого-то видео туториала я просто покажу вам как решить одну очень маленькую но важную проблему а именно покажу как притречить точку маски к движущимся объекту и так этот мини-туториал состоит из двух частей в первой мы смоделируем ситуацию которая у меня была на проекте закидываем в композицию любой файл в моем случае это превью одного из моих роликов и и с помощью инструмента pen tool создаем маску из четырех точек одну из этих точек в итоге я буду притречивать к двигающемуся объекту теперь создадим двигающийся объект создаем прямоугольный шейп и в параметре позиции прописываем expression wiggle который задаст рандомные движения следующим шагом я отслеживаю с помощью трекинга движение шейпа и записываю данные в 0 объект подробно я тут останавливаться не буду так как основная тема будет далее по итогу что мы имеем мы имеем объект с маской и двигающийся объект движение которого мы отследили теперь нам нужно передать данные о движении шейпа в точку маски для этого открываем скрипт connect vertex to point скрипт нужно будет заранее скачать первым делом после открытия скрипта выделяем позицию 0 объекта в котором хранятся данные движение шейпа и маску после того как мы выбрали все необходимое нажимаем скрипте на кнопку my guide после чего у нас создадутся вертексы каждый из которых будет соответствовать конкретной точке маски и с помощью кнопок next и previous vertex выбираем нужную нам точку и нажимаем apply далее происходит финальная магия и мы видим конечный результат работы скрипта он привязал точку маски к нашему двигающимся объекту что ж друзья на этом все надеюсь ролик был интересен и полезен для вас ставьте лайки пишите в комментариях что думаете и обязательно подписывайтесь до встречи в следующих роликах пока